всем привет сегодня хочу рассказать и показать как изготовить самодельный воблер какие материалы для этого нужно и какие инструменты ну и сам процесс изготовления воблера и так для изготовления воблера нам понадобится во первых это материал вот у меня такая заготовка деревянная можно использовать ольху березу можно и сосну использовать любое дерево практически который имеет плавучесть также понадобится проволока 08 миллиметров наш воблер я буду обклеивать фольгой так что понадобится фольга можно не обклеивать можно разукрасить сам гублер также понадобится стекло либо пластик либо жестянка для изготовления самой лопатки также с инструментов понадобится круглогубцы нож резачок кусачки плоскогубцы ножовка сверла разных диаметров надфили для обработки нашего воблера понадобится разная еще наждачка разной крупности для того чтобы изготовить воблер во первых нужно вырезать саму форму можно сделать копию любого воблера лучше сделать свой оригинальный воблер которого нету магазина это будет самый лучший вариант но прежде чем здесь лучше вырезать сначала на бумаге саму форму воблера а потом уже перенести сюда на заготовку сейчас так и сделаем вот такой у меня получился эскиз воблера вот на бумаге длина воблера у меня будет 11 сантиметров это я сам придумал вот такую вот форму то есть он будет оригинальный сейчас это все вырежу и принесу контур нашего воблера на саму заготовку вот сейчас я перенес контур воблера на заготовку сейчас нужно это все вырезать вырезать нужно приблизительно потому что точности особо здесь не надо вот это воблер ручной работы но если вы делаете копию то конечно уже нужно стараться более-менее точно обрабатывать и так сейчас я вырежу это все ножовкой сам вот такая вот получилась заготовочка я вырезал ножовкой по контуру наш воблер еще самое главное чтобы дерево еще было сухое то есть сырого желательно не делать и волокна дерево были по длине воблера то есть не поперек а по длине так будет лучше обрабатывать сам воблер ну и по прочности это будет нам лучше сейчас воблер я обработаю ножом так как это сейчас группа заготовка просто и придам ей толщина заготовки у меня 18 миллиметров длина 1 сантиметр так сейчас приступлю к обработке после обработки вот ножом и вот таким резачком получилось вот такая вот красивая уже заготовочка более-менее уже похоже на форму рыбки и на воблер сейчас я обработаю еще наждачкой эту заготовочку а потом расскажу что нужно делать дальше после обработки наждачкой получилось вот такой вот красивая рыбка у нас заготовка для воблера что нужно сделать дальше дальше сделать нужно разметить где у нас будет крючок крючок должен располагаться так чтобы задний и передний тройник не цепляли друг друга то есть получается на две трети и сейчас я сделаю сначала пропил чтобы сделать ставить туда каркас с петельками для нашего воблера пропил не буду делать ножовкой по металлу вот такой вот получился пропил толь воблера сейчас я сделаю из проволоки каркас для тройников берем наш кусочек проволоки с запасом делаем отрезаем и делаем петельки с обоих сторон и посредине сейчас я все это сделаю каркас должен быть цельным для надежности сейчас это все проделал и покажу что получится итак я сделал каркас для нашего воблера обвязал каждую петельку стальной проволокой в местах соединения для надежности чтобы проволока при нагрузке не расходилась такой монтаж выдерживает любую нагрузку и не надо ничего не паять ничего делать и вот эти вот скрутки я еще посадил на супер момент то есть немножечко каплю клея на каждое соединение плюс проволока обвязанная потом вставляем наш каркас сам в обе каркас я тоже буду фиксировать на супер момент для того чтобы было удобно дальше делать монтаж упал не выпадал ставил каркас нож воблер я разметил там где будет отверстие углубление для грузиков углубление для грузиков нужно делать я буду делать вот свинцовые шарики такие вклеивать туда можно как-то по-другому можно здесь грузы располагать я буду так делать сейчас я просверлю большим сверлом углубления и вклею грузики грузики использую обычно такие каждый грузик у меня по грамм воблер можно сделать как плавающий так и тонущий можно и суспендер это уже на ваше усмотрение углубление я буду делать сверлом на 6 так как по диаметру у меня дробинки 6 миллиметров лучше это я буду делать вручную потому как нужно это делать очень аккуратно можно и дрелью шаруповертом лучше вручную отверстие надо углубление делать симметрично с обоих сторон чтобы русско было правильной вот с одной стороны я сделал вот так вот эти все грузики и со второй стороны тоже делаем углубление напротив тех углублений что противоположной стороны и так я вклеил грузики наш воблер теперь нужно сделать пропил для нашей лопасти впереди лопасти уже готовая у меня сорт стекла ее можно сделать из шестянки или с другого материала пластика можно какого нибудь угол лопасти должен быть приблизительно 35 45 градусов все это делаем на глаз здесь не надо особо большой точности сейчас сделаю пропил и клеем сюда ношу лопасть и так лопасть готова лопатка для воблера сейчас я разведу эпоксидный клей вот такой вот двухкомпонентный клей и заделаю вот это вот пропил вот этот который использовал чтобы осталось наш каркас вклею саму лопатку и заделаю вот эти вот отверстия где вклееные грузики сейчас я вклеил лопатку на эпоксидный клей а также заделал пропил под каркас и покрыл полностью воблер эпоксидным клеем это придаст воблеру больше прочности и водонепроницаемость теперь нужно дать воблеру хорошо высохнуть после того как он хорошо высохнет я буду его оклеивать фольгой приступаем к оформлению нашего воблера для начала вырезаем из фольги вот такие две заготовки то есть я полностью заклеивать не буду весь воблер а только в бока с одной стороны а так вот и с другой стороны тоже вот такие две заготовки то есть расцветку можно делать на ваше усмотрение я хочу допустим сделать так вот оформить губер вы можете как-то уже по-другому как вам нравится раскрасить допустим под натуральный цвет либо какой-то другой так сейчас я возьму приклею фольгу вот что получилось после того как я приклеил с обоих сторон фольгу теперь можно наш воблер раскрашивать дальше сейчас я возьму маркер и раскрашу но сам воблер и так я уже раскрасил свой воблер вот нарисовал спинку плавнички глазки то есть на свое усмотрение каждый я считаю должен сам решить как ему лучше сделать расцветку воблера и я считаю мое мнение что расцветка особой роли не играет а самое главное чтобы воблер хорошо играл в воде это очень важный фактор вот а воблер вы раскрашуете для себя как осталось покрыть еще раз эпоксидным клеем или лаком лака у меня нету я покрою эпоксидкой еще раз и оснастить воблер поставить тройники сейчас это я все проделаю и покажу что получится я еще раз покрыл эпоксидкой весь воблер оснастил его тройниками и вот что получилось замечательный уловистый воблер сделанный своими руками в чем плюс такого воблера вы можете сделать любую конструкцию любой размер любую расцветку то есть воблер собственного изготовления тот который вам нужен всем кому понравилось видео ставьте лайк вставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...